Всем привет, у микрофона Антик, и сегодня мы посмотрим на такой игровой проект как Раттен Рейх. Это тактическая игра про Первую мировую, точнее про ее аналог, потому что здесь в вымышленном мире сражаются антропоморфные крысы, мыши, тараканы и ящерицы. Вы наверняка слышали про эту игру, и должен сказать, что для версии раннего доступа, а игра выйдет уже в ранний доступ 9 августа, через пару дней, так вот, для версии раннего доступа она довольно-таки еще сыровата, как мне показалось. Сыровата она даже не в плане какого-то скудного разнообразия игровых механик тактических, а даже в плане приложения, потому что у меня постоянно вылетала фатальная ошибка, я начальную миссию пытался пройти минут 30 или 40, игра вылетает, ты загружаешь сейв, опять возникает ошибка, сейв загрузить не получится, приходится начинать сначала. Надеюсь, у вас такого не будет, если вы вдруг решитесь в нее поиграть, но не сказать об этом было бы, наверное, неправильно. Итак, что мы имеем в версии раннего доступа? Давайте посмотрим. Компании. У нас имеется три компании, траншей на болотах, буря в Муруке, тысяча цветущих слив, это первая миссия, видимо, в каждой компании. Дело в том, что в этой игре три континента, каждый из них имеет разный ландшафт и, видимо, какие-то разные особенности. Ну что ж, давайте начнем с первого задания и посмотрим, что там происходит. Когда началась война, я любил и был любим. Заводы Крысиной империи и мой император уничтожили мое право на счастье. Сейчас, отправляясь в битву, я верю не в победу, или не в мощь оружия, а в то, что я смогу увидеть ее снова. Мою любовь. Вот так вот Крыски любят друг друга, очень трогательно. На самом деле, вот это некое подобие сюжета, оно никак не продолжается в самих заданиях, судя по всему, то есть у нас нет какого-то главного героя, которого мы могли бы потерять и миссия была бы провалена. Итак, нам нужно будет пересечь вот этот мост. Первая задача. Давайте посмотрим, кто у нас вообще имеется. У нас имеются разные классы бойцов. Это штурмовики с автоматами, такие вот стрелки с винтовками и пулеметчик. Прибыли они сюда вот на таких вот танках, лодках, могут двигаться и по воде, и по суше. Очень забавно, к лодке приделали колеса. Это у нас дизельпанк вселенная. Ну что ж, погнали. Перейдем в мост. Как видите, у наших ребят имеются различные обилки. У нас аптечка, противогаз, различные виды гранат, которые мы, конечно, будем применять. Иногда. Нас обнаружили. Займите укрытие, враг на подходе. Все, отражаем атаку врагов. Можно бросить гранату. Не видите, разбегаются от гранаты. Враги тоже не тупые. О, нам тоже гранатку бросили. Прекрасно. Очень интересно, они отбегают. У бойцов имеются аптечки. Так, давайте полечимся. Вон, быстрые клавиши сразу осваивать. Неподалеку имеется вражеская точка снабжения. Тут всего три бойца. Мы просто ее захватим штурмом. Просто бежим вперед. Занимаем вот это вот укрытие. Опять же, играя в современные проекты, вы, конечно, неизбежно сталкиваетесь с ситуацией, когда у вас посещает чувство, что где-то вы это уже все видели. Что поделать? Редко что-то новое изобретают. Один не отбежал, потому что я его не выделил. Все, вроде всех убили там. Так, у меня один бойца остался, потому что мест было всего пять. Он просто сюда не пошел. Хорошо. Идем захватывать точку. Эту миссию, как я уже говорил, я пытался пройти несколько раз, потому что постоянно вылетала ошибка. Я надеюсь, что и сейчас при записи такого не будет, потому что не хотелось бы запарывать эту попытку. Отлично, мы захватили свою первую точку снабжения. Итак, сейчас мы будем получать вот эти вот очки снабжения и на них будем нанимать новые отряды бойцов. Сначала нужно установить точку сбора для новых отрядов. Как же ее установить? Вот тут я минут пять думал, как ее восстанавливать. Казалось бы, она уже восстановлена тут, да? Но на самом деле, видите, она не передвигается никак. Так, на самом деле, просто надо держать вот так вот мышку, все получится. Но об этом нигде не написано. Это надо догадаться. Так, у нас достаточно ресурсов, чтобы вызвать новый отряд. Давайте посмотрим, у нас 324 очка. Собственно, вот, можно вызвать трех стрелков, трех штурмовиков, трех пулеметчиков и различные комбинации. То есть стрелки, медик, ну и так далее, да? Давайте вызовем самый дорогой отряд. Вот они отсюда прибывают. С этого берега тут тоже, видите, лодки. Припаркованы. Обучение вообще максимально лайтово сделано, так что в нем бойцов можно не беречь. Тем более, что какой-то системы накопления опыта в этой игре нет. Нам рекомендуют не штурмовать в лоб вот эти вот пулеметные точки, просто закидать их гранатами. Но это будет все равно тяжело по мосту сюда подходить, поэтому мы пойдем вот вброд. Тут есть такой участок небольшой, где можно перейти. Тут уже, видите, пулеметные точки, нам нужно будет уничтожить вот этот штаб. С уничтожением штаба тоже есть подвох небольшой. Все, давайте, ребята, быстрее. Двойной клик, как обычно, заставляет их передвигаться быстрее. Вообще можно еще и присесть, так вот, в присядку двигаться. Как вы видели, уже они на ходу стреляют, продолжают стрелять. Опять же двойной клик заставляет их подняться и бежать вперед. Пошли. Сейчас посмотрим, как они перейдут. Видите, стреляют. Если мы пытаемся кинуть гранату, то мы увидим, что мы не достаем. Так что просто переходим. Справа-слева нас закидывают. Сюда вот никак не пройти. И просто занимаем вот эту точку. Просто на прорыв идем. Да, там уже все, да? Там уже убили чувака. Да, видите. Убили тоже, да? Да, убили. Ну, прекрасно. Что плохо, вот тут у нас имеются такие, казалось бы, места удобные, да, для стрелков. Но сюда они не поднимаются просто. Точка как бы туда ставится, как будто можно было пройти. Но они туда не поднимаются, не хотят. Почему так сделали, непонятно. Может, надо выделить просто стрелка какого-то, поставить сюда вот. Нет, стрелок тоже не поднимаются. Не хотят. Ну ладно, теперь начат штаб. Что нужно сделать, чтобы уничтожить этот штаб? Конечно же, кинуть гранату. Кидаем гранату. Смотрим, что происходит. Граната взрывается. Домик стоит. Ну ладно, нам говорили про несколько гранат, так что давайте кинем вторую гранату. Вторая граната брошена. Что происходит? Ничего не происходит. Подвох в том, что надо кинуть гранату на крышу. Как это сделать? Это сделать непросто, потому что надо мышку как-то навести. Хитро, чтобы гранат туда полетела. Но, видите, не получается. Надо встать на открытое место. И вот так вот гранату кинуть, чтобы на крышу прямо она упала. Ну и тогда все получится. Прекрасно. Чтобы ослабить береговую охрану, нужно уничтожить два бункера. Уничтожьте бункеры. Вот у нас получается миномет местного производства. И вот они, бункеры. Все, уйдем. Перед тем, как идти, я, конечно же, могу заказать еще парочку отрядов. Хотя бы один. Да, к слову, тут у нас... Точка сбора-то на старом месте, да? Да, точка сбора тут. Третий отряд на тройку назначаем и идем дальше. Вот эти вот пулеметные точки, опять же, можно захватывать. Все как обычно. Тут у нас сохраняется. Обойти, конечно, не получится. Тут у нас завалено все. Пока лечимся. Все, бежим. Занимаем укрытие. Всех уже перестреляли, да, пока я думал? И да, небольшой дисклеймер. Я понимаю, что лучше посылать штурмовиков вперед, стрелков оставлять позади. Но если так не делать, то игра никак и не наказывает. Так что, в принципе, я так и не делал. Так, это у нас газовая граната полетела. Они либо отходят, либо надевают противогазы. Противогазы снижают точность стрельбы. Так что, в любом случае, будет все хорошо с нами. Мы просто занимаем позицию. Тут никакого укрытия нет. Просто заходим сюда. Третий отряд тоже подводим. Тут нас уже пытаются встречать. Так, что мы делаем? Мы захватываем вот эту вот маркиру. Расчеты из двух человек. Чтобы их освободить, можно вот сюда нажать. Они освободятся. Развернуть ее нельзя. То ли это в обучении только, то ли это всегда будет так. Но вот то, что ее никак не развернуть, это, конечно, плохо. Я пытался нажимать разные кнопки, но... Хрен знает, как ее развернуть. Получается, что мы можем ей управлять. Но куда попало, не выстрелишь. В этом диапазоне можно стрелять. То есть, сюда вот никак не получится выстрелить. Мы просто разрушаем бункеры тогда. Конечно, не с первого раза. Все прекрасно. Аэропорт – ключевая точка нашей миссии. Вот у нас ключевая точка, которую надо будет захватить. Тут у нас охраны дофига. Так что пойдем сюда. Очков у нас пока недостаточно. Вот, как вы видите, точки сбора не абы где можно ставить. Только в определенных местах. В общем, мы будем вот этих ребят выкуривать. Можно будет подойти, наверное, как-то сбоку к ним. Так, это мы полечим. Хотя в обучении, опять же, не обязательно нам беречь отряда наших. Закажем еще один отряд. Будет хорошо. Тут не получается укрыться. Давайте пересядем для примера. Гранат не дотягивается. Граната, к сожалению. Но вот, видите, в присядку двигаться бесполезно. Их просто всех перестреливают. Так что... Просто бежим на пороломе, и все. Так, где у нас четвертый отряд? Четвертый отряд я заказал, вот он бежит. Все, бежим сюда. Все отряды подводим. Лечим кого можем. Так, и подходим вот сюда, получается. Остальные пытаются прикрывать. Так, гранатку я буду докинуть, конечно. Укритие не уничтожаются. Надо ему за спину кидать гранату. Да, и возможно прокатит. Да, отлично. Все, там последний остался, мы его убиваем. Захватываем точку. Так, вот надо захватить пулемет, желательно бы дам. Мы сможем поставить в укрытие. Ураг не сдается. Так, давай сюда. Удерживайте позицию. Так, вот они, ребята, видите, идут. Тут можно поработать маркирой немножко. Потому что у нас идет вот такая вот машина у нас, помимо бойцов. Давайте попробуем. Видите, получается. Последний шанс побросать сюда мины. Ну, у нас еще имеются противотанковые гранаты. Они тоже могут помочь. Отлично. Танк уничтожили мы. Тут надо надеть противогазы, конечно же. Но уже поздно, да? Все, мы захватили точку. И миссия пройдена. Игра не вылетела, и на том спасибо. Еще больше детей. Даже выпускников средней школы. Всех. Их призвали, чтобы защищать свою родину. По крайней мере, они так думали. Они в это верили, пока не узнали, что их жизни, мечты и планы были всего лишь разменной монетой в окопной войне империи. Что ж, сейчас будет миссия, видимо, в биомах болота. Посмотрим, что там. Приветствую на передовой, бойцы. Эти проклятые места уже стали могилой для двух наших полков. Болото и непрерывные вражеские обстрелы серьезно ограничили наши шансы на успех. Но в этот раз мы начали наступление по всему фронту, чтобы рассредоточить силы врага. Ваша задача прорывать их оборону и доказать, что все предыдущие потери не были напрасными. Я в вас верю, приступайте. Так, ладно, допустим, у нас три отряда. Авиаразведка сообщает о приближении вражеских тактических групп. Готовьтесь к обороне. Ожидается, что враг попытается использовать газ. Ну, можно, конечно, надеть противогазы, но они снижают точность стрельбы. Так что я, наверное, пока повременю. Но можно потом не успеть их надеть, так что хрен знает. Одно молот надену, за пулемет его посажу. Посмотрим, как пойдет. Так, бросаем гранаты. Бросаем газовые гранаты. Тут что у нас происходит? Блин, у гранаты слишком большая задержка, конечно. Тут нам повезло, газовую гранату не кинули. Пулеметчика убрали, да? Вы с достоинством выстояли в этой битве, однако укрепиться здесь мы не можем. Мы должны двигаться дальше. Пули между окопами находятся под постоянным вражеским артобстрелом, поэтому не медлите. Ясно. Вперед, бойцы. Так, у нас достаточно много, на самом деле, отрядов осталось. Вообще, мы полечим, кого сможем. Так, аптечка пошла. Итак, что мы имеем? Нам нужно захватить базу противника. На пути к базе у нас тут не своих бьют, смотрите. Прикольно. На пути к базе куча отрядов врага. Окопы. Вот она точка финальная. Хорошо. Закажем еще один отряд. Не помешает. Можно вот эту точку захватить. У нас маркируем. Одна даже направлена в нужное место, потому что разворачивать я их так и не научился пока, хотя там кнопка как бы есть, но не получается почему-то. Можно через тот конец пойти. Можно вот отсюда пойти. Но тут надо все равно выбивать, потому что тут маркира, видите, куда направлены. Если я там встану, то он меня будет бомбить. Так что. Пойдем сначала, видимо, сюда. Надо искать точки, где можно укрыться. Вот такие вот. Чтобы пройти. Всех сразу, наверное, не потащу, потому что их сразу всех и убьют. Так, у нас еще имеется, кстати говоря, авиаудар. Ну-ка, давай попробуем. Ну, плохо. Хм, может туда и не идти, в принципе, тогда. Так, а сколько у нас авиаударов было? Наводчик у меня только один, видимо, был. Командир, скорее всего, да? Так, ну-ка, в этой группе у нас столько гранаты. Еще имеется полевой медпункт, что хорошо. Тогда я предлагаю вот сюда выдвинуться. Ребята, все-таки не вас. Таких ребят, я как-то сюда привезти. Тут нету ничего, да? Граната не дотягивается. Можно подойти поближе. Так, аскейп не работает. Тут дам. Тут укрытие нет никакого. У него придется прорываться с боем. Эти ребята будут прикрывать. Как бы. И так сойдет. Так, замечательно. Берем вот эту вот маркиру тогда. Кажется, посадим вас в укрытие. Так, в чем проблема ваша? Почему вы не идете? Кто-то пошел, кто-то не пошел. У них, наверное, поиск пути сломан тут. Так, теперь смотрим маркиру, куда дотягивается. Вот сюда она дотягивается. Неплохо. Так, вот это, видимо, снаряды, да? Боезапас. Луфт-унтерстюцион Андефорд У него не пытаются убежать. Почему они не пытаются убежать? Искусственный интеллект вообще ни к черту, да? По одному бойцу, конечно, такое себя стрелять. Ну, придется. Так, все, у меня боезапас кончился. Пополнить его хрен знает как. Мы можем себе позволить еще отряд. Этих бойцов мы убираем. Вот это направлено не туда. Так, смотрим, какие у нас тут точки есть. Так, интересно, как они туда... Ага, в каком-то... Вот тут нельзя прыгнуть, да? Они обязательно должны по спуску пройти. Так, конечно, гениально. Нужно до силы добраться, но тут укрытия нет почему-то. Два отряда, я думаю, выиграют эту войну. Зачем тащить всех, да? Газовых не нет уже. Там пулемет, да? Все понял. Так. Ренатку сюда можно, конечно, закинуть попытаться. На крышу. Ну, конечно, лечь. Не хотят ложиться. Укрытие. Пулеметчик, судя по всему, нет. Там еще куда-то они в пустоту, короче, стреляют направо. Не знаю зачем. Так, лечитесь. Вы тоже лечитесь. Сейчас я подмогу подведу. У меня там два отряда слева. Не забыто, на самом деле. Они просто стоят пока что на удержании позиций. Потом я их задействую. Так, вот эти ребята. Тоже пойду сюда вот. Так, где тут забыл-то их? Вот тут, да? Что у нас слева вообще? Слева у нас вроде как никого почти что нет. Так вот эти ребята. Эту мортиру можно захватить. Так, сюда, я думаю, опасный идти. На центр пуля там. А, вот они сразу подходят, да? Как и только приближаюсь. Клеч. Без толку, короче, лежать. В сироп они попадают. Там они по-своему пять палит. Так, лечитесь. Я сейчас хочу взять мортиру вот эту и попробовать пострелять вот сюда вот. Вот докуда достанут. Так нам наших солдат пока не трогают. И хорошо. Все, сидите пока тут. Так, прекрасно. Таких мы избавляемся. Так, до этих достанем или нет? Ну-ка. Да, достаем, слушайте. Этого не убили, к сожалению. Тут очень вкусная пачка. Все, боезапаса больше нет. Придется идти на пролом. Так, вот с этой стороны если идти, надо вот сюда придвинуться. Больше тут рядов нет на этом фланге, судя по всему, да? Гранаты только противотанковые остались. Что, конечно, плохо. И вызовем, пожалуй, что подмогу на этот фланг. Все, давайте ребятам помогать своим. Пока вот эти сидят в укрытии, мы будем вот этим отрядом нападать. Так, подмога пришла, да? Кого успел, полечил, но не всех. Так, все какое-то я там забыл, потому что места в укрытии не для всех были. Все, погнали сюда. Все, убежал. Все, убежал захватывать. Так, его можем лечить. Тут мартира опять не туда развернута. Это тоже не туда. Блин, тут вообще нет мартир, которые развернуты в нужное направление. Нужно взять вот этот пулемет, по идее. Все, тогда пошли к центру ближе. Разохватывать точку. Тут же никого нет. Все, врываемся. Тручку берем, кто еще у нас там остался. Требята. В награду за успешный штурм вам направленное подкрепление, включая наводчиков для воздушной поддержки. Наши пташки в небе, готовы помочь в любую минуту. Так, авиаудар, это хорошо, конечно. Ну, этих ребят надо еще дотащить до этой точки. Мобильная группа врагов пробует забрать у вас копы. Этиническая атака. А, тут еще точка сбора же. Так, подкрепа надо было пускать. А, но за же лимит, да, 32? Ну, ладно. Давайте-ка всем наденем противогазы. Пулеметчик уже на позицию, он не может надеть противогаз. Сейчас может. У него был надет. Все прекрасно. Так, срез не или давайте надевать обратно. Не расслабляться, они продолжают наступать. О, еще танки пришли, класс вообще. Маленька не успел, конечно. Самое время подкрепить вызвать. Блин, а. Так, эти еще уничтожаются. Я не понимаю, они хапани отображаются. А, нет, отображается все нормально. Просто много гранат надо метнуть сразу же. Да, позиция наша. Все, прекрасно ловили. Уничтожили танки. Восстановите силы и мобилизуйте резервы и продолжайте наступление на следующую линию окопов. Так, прекрасно. Захватите базу противника. Вот такая вот миссия, в принципе. С повторяющимися задачами. Интересная точка обороны, конечно. Тут, скорее всего, будет такая же фигня. Так, мне надо, короче, всех объединить сейчас в один отряд. Никого у меня за орудиями нет. Так вот, двойной щелчок, к сожалению, не перемещает на солдат, так что придется их искать вручную. Всех наших ребят. Тут еще один. Так, опять у него проблема с поиском пути. Так, все, короче, кого мог, полечил. Противогазы все-таки надо всем снять. Подкрепы сейчас вызовем. У меня вопрос, есть ли у меня медик? Медик есть, в принципе, да? Вот пока палатку поставить. У нас вот товарищ без аптечки. Так, это он что, поставил, получается, или что? Да, лечится. Хорошо. Значит, нам надо сюда, получается, надо мортирок проверить, какие-то были направлены как раз в это место. Ну, как-то не туда. Вот это, в принципе, нормально направлено. И вот это тоже. Сейчас попробуем сюда пройти. Сначала расчистим максимально, потом уже попробуем атаковать. Так, берем мортиру. Все мимо, да? Нормально. Хорошее попадание. Тут я прямо до точки, до целевой достаю. Все прекрасно. На самом деле, можно все не зачищать, как я делаю, но тут маленькая вероятность, что я всех, что я обоих уничтожил. Можно просто пройти слева аккуратненько, захватить эту точку, там уже обороняться. Фикс, нет, получится ли? Такие будут посредствия. Так, боеприпас. А, тут у нас, видите, достает. Надо полечиться будет. Все успеем. Так вот сюда достаем. Так, убила все-таки их, да? Похоже, что. Ладно, перемещаемся вот сюда. У тебя птичка есть? Есть. Казакова, пока подкреп. О, тут как убивает быстро. Жесть просто. Отлично, надо их отводить еще вовремя. Я понял. Так, новая партия. Надо сесть, быстро пострелять и отойти. Все, смотрим, куда можем попасть. Вот сюда можем. Берется в бункере, кто-то есть. Стоит ли его разрушать? Непонятно. Ну-то мне само пригодится, но не факт. Надежнее разрушить. Все, ребята, больше вы вроде как не попадаете никуда. Все, пока у вас не накрыло, давайте отступайте. Попробуем. Поречим, кого сможем. так дальше мне интересует вот этого скопления как до него достать и но у нас вроде как маркира нет направленные в эту сторону короче гре по правому флангу наступать не очень то будет удобно так что все-таки пойдем все налево видимо машины машины форекс все погнали рейх там он гостей позиционной неймин инде кандайбен попробовал тут пройти пока что двумя отрядами Так, тут у нас, вот видите, угроза Но они пока далеко Я сразу могу к точке пройти, видимо Ух ты, ёпт Твою ж налево, а Не успел убрать Тут опасно бегать Так, замечательно, пошли ты, да, вот сюда Ага, вот они оттуда, а, там ещё кто-то есть просто, да Лечимся Просто пока идём на пролом Всех в одну точку такой, если, конечно, загонять Так, погнали Захватываем пулемёт и захватываем точку Чего ты не хочешь брать пулемёт-то? Всё, мы в деле, короче, этот пулемёт не занимается почему-то Так, надо поставить полевой госпиталь Ну мы взяли точку, и что дальше? Так, а точка сбора есть, да, точка сбора есть Тут под крипом вызывать Сейчас буду, видимо, петь какое-то нападение Оттуда, трясите, да, трясите, атаку противника Всё правильно Так, петь танки, да Прекрасно Танк уезжает Плохо Всё, отлично Если противотанковый в них пальнуть Ника послужи своей стране Настало время для последнего рывка Вы смогли прорвать оборону врага, в то время как соседние подразделения захлебуются в болотной тине и собственной крови К востоку от вас находится крепость мышей, и если не штурмовать её сейчас, то они рано или поздно нападут на нас Захватите эту крепость, и тогда весь этот болотный сектор будет под нашим контролем Крепость, значит, да Так, наша бронегруппа, они немедленно присоединятся к вам, как только вы начнёте штурм Хм Ясно Ясно Захватите базу противника Ага, ага, нам что обратно идти теперь надо Прикольно Тогда мне под крепость такой путь выбрали для Ну-ка, давайте сюда Лечимся Этого аптечки нет А госпиталь полевой, видимо, временный, да, у нас Так, замечательно, получается нам надо вот сюда Эту точку я уже захватывал, маркир у нас тут Вроде как по дороге не особо там много Вот эту маркиру можно взять, пострелять Больше маркир направленных сюда у нас нет Хорошо, я выдвигаюсь Снимаю всех с пулемётов Можем, в принципе, просто напролом бежать пока что Главное, чтобы гранату не кинули Такой толпой мы всех завалим Так, там ещё, да, ребятам Можно к ним не идти вообще Сон, ещё парочка человек осталось Так, это будет первая группа Вот это будет Вот это будет вторая группа Вот это третья Всё, сейчас третью группу тогда пошлём На правый фланг К маркире поближе Тут он ещё забытый ребят Так, как же можно их спрятать Вот сюда, например Скорее всего, тебя убьют, конечно Да Тут по дороге укрытий нет Так вот это вот Единственное Пошли сюда С двух сторон попробуем Прекрасно И, получается, захватываем маркиру Баффер посетен Очень вкусная группа, но до неё маркира не дотягивается Обидно Этот чувак отошёл, придётся подождать, пока он подойдёт назад Ну, я, конечно, терпеливый, но, блин, очень долго ждать приходится Нет, короче, он вообще куда-то пошёл В другое место Ладно, придётся пока вот этих четверых наказать Всё мимо, да? Всё мимо, да? Нужное направление Чего-то вот сюда можно встать в окоп У этой стенки, а вот у этой нельзя Ударим Чё за фигня с этой игрой Так, третья группа вот сюда пойдёт Тихонечку придвигаемся Тихонечку придвигаемся Скорее всего, да? Так мы не дотягиваемся Чёрт, там граната была вроде как Для меня показалось Так, тут у нас тоже как бы палит Ну, ладно, недалеко Так, это наша бронегруппа, получается, управлять я техникой не могу Обучение на управление техникой тоже отсутствует Видимо, в раннем доступе не будет техники, хотя Там ещё две миссии кроме этой Может и будет Вообще, бронегруппа нас тут Протащат Он просто едет напролом, да? Прекрасно Надо поддерживать её так-то Уничтожили наш танк, ну ладно Зато мы прошли Так, где тут укрыться нигде вообще? Ммм, тут неудачное место, да? Гранат опять же нет Так, пулемётчика тоже нет Эту точку мы захватим, а тут вот можно будет Всех обстрелять В бункеры заходить мы не умеем, судя по всему Ну и ладно, не очень-то и хотелось на самом деле Так, как же тут подойти-то? Точек вообще нет никаких Повторяется направо бежать Тут точка только в обратную сторону Так, как наверх пойти? А, забраться можно только с той стороны, да? Я понял Да, там подъём с этой стороны только Тут тоже не получается сесть Ну а пошли вот этой толпой Гранатов, в принципе, есть Лечимся И взбираемся наверх Лечимся Прекрасно Там уже никого нет практически Так, точка сбора поставить тут никак не получится У нас ближайшая точка сбора вот тут На все эти случаи вызовем подкреп, хотя, наверное, я уже теми силами не справлюсь Гранат у меня нет, да, опять же? У вас тоже нет ни хрена Ни у кого вообще гранат нет Так, пошли-ка вот этот пулемёт захватим Так, лечимся Артиллерий Камф Берайт Артиллерий Берайт с он фоя Индеком Блейбен Тут никого нет уже Ще опять придется удерживать позицию, скорее всего Точку занимать раньше времени тоже, наверное, не стоит, потому что Так, у тебя аптечка еще есть, лечись Так, этого пока оставлю тут Тут захват пошел Ну что ж, вот такая вот игра По своим впечатлениям, как я уже говорил, она еще сыровата Тактическое разнообразие небольшое, возникают проблемы с поиском пути Также очень трудно навести мышку на точки с укрытием Там надо какое-то прилипание мыши все-таки сделать адекватное Ну и когда солдат берет пулемет, он уже противогаз надеть не может Приходится его с пулемета снимать, потом надевать противогаз, потом опять на пулемет сажать Это очень долго Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал, спасибо за то, что посмотрели И спасибо большое ребятам с Густи за то, что продолжают поддерживать канал На этом все, с вами был Антик, всем удачки, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok